Минувшую субботу команда «Полоцк-Газ» провела товарищескую встречу с новополоцким «Нафтаном». Оба клуба выступили на поле в разных статусах. «Нафтан», играющий в первой лиге, и «Полоцк-Газ» в чемпионате области. С первых минут новополчане завладели территориальным и игровым преимуществом и уже на 11-й минуте вышли вперёд. Игрок «Нафтана» воспользовался ошибкой соперника и точным ударом с центра поля отправил мяч в ворота «Полоцка». Не успели палачане опомниться, как в ворота Виталия Мязельца был забит ещё один гол «Близнец» с центра поля. 0-2 палачане проигрывают, но не падают духом. И уже на 29-й минуте оплошность защитников «Нафтана» стоила им гола. Опытный Владимир Шаков воспользовался моментом, когда вратарь вышел за пределы ворот и пробил точно в цель. Во втором тайме палачане освоились настолько, что отодвинули нафтановцев от своих ворот, стали смелее идти вперёд. Хороший момент упустил полузащитник «Полоцк-Газа» Артём Гончаренко, который на 60-й минуте со штрафного отправил мяч в перекладину. Игроку не хватило точности. Но всё же красивую точку в игре «Полоцк-Газу» удалось поставить. Когда до конца встречи оставались 4 минуты, палачане сравняли счёт. Трёхходовка в исполнении «Шаков», «Каноник», «Ермак» привела к красивейшему голу, которому мог позавидовать любой игрок высшей лиги. До начала сезона, который футбольный клуб «Полоцк-Газ» начнёт в мае, времени достаточно. Полоцкая команда планирует ещё помериться с силами, с клубами из Орши и Молодечно. Чемпионат по футболу среди команд первой лиги стартует уже 6 апреля. Соперником «Нафтана» станет команда «Энергетик» БГУ.